Валенсия 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 Шесть спален, четыре ванных, если я сейчас все запомню, потому что быстро говорил, четыре ванных, значит, два больших салона, гостиных, два гаража, миллион семьсот, и сказал, что можно торговаться, ну, короче, блин, ну, это классно, почему миллион семьсот, ну, хорошо, даже если миллион пятьсот, так там, извините, 360 метров, это три стандартные квартиры, понимаете, плюс две террасы. Кстати, вот именно этот дом, он смотрит с одной стороны на Турию, с другой стороны он смотрит на Биберос, на Королевский парк, а с третьей стороны он смотрит на парк Монфорте, потому что за этим домом, вот там вот, в закоулке, парк Монфорте, то есть, и эта квартира как раз-таки видит все три парка, ну, вы представляете, как круто, не могу, он говорит, хотите, приходите посмотреть, я говорю, да, я с мужем посоветуюсь, обязательно придем. Вот, ну, в общем, вот, видите, какой пример у нас тут с вами случился случайно. Итак, пойдемте с вами гулять по этому району, как я вам уже говорила в теоретической части, район очень хороший, район не бедный, и дома тут тоже, и квартиры совсем не бедные. Вот сейчас мы идем как раз тут где-то будет парк Монфорте, и можем на него тоже взглянуть, все посмотреть, посмотрите, какая здесь природа, посмотрите, какие тут деревья красивые, причем многовековые, уже давно они здесь стоят. По поводу аренды, ну, что по поводу аренды, и полторы, и две у вас будет, в этом, наверное, и все три бы зарядили, если в аренду, вот, а так, ну, вот, например, есть опыт, человек снимал в этом районе, вот, например, дом, да, вот примерно в таком доме, мы сейчас сзади, с видом на парк Королевский, да, у него было, 750, и там буквально 60 метров, то есть она маленькая, одна спальня очень-очень маленькая, и представьте, 750, то есть ценник очень высокий. Сейчас мы с вами идем как раз мимо вот этого парка Монфорте, Хардин из де Монфорте, и вот, смотрите, дом, если недалеко уйдете, вот этот дом, он очень большой, видите, он огромный, естественно, он элитного высокого класса, очень красивый, такой необычный, вот у людей то ли террасы, то ли балконы, даже непонятно, но очень даже интересно. Идем с вами вдоль парка Монфорте, вот тут парочка домиков буквально, потому что тут в основном вся территория это парк, школы, какие-то госучреждения, то есть тут практически нет домов, очень мало их, поэтому мы сейчас обойдем и немножко углубимся в этот микрорайон Экспози-Сьё, он небольшой, и буквально сейчас у нас скоро очень появится Авенида Бласко-Ибанес с красивым названием, и будем на нее смотреть. Смеемся, идем, потому что, ну, Бласко-Ибанес, ну, ну, смешно очень звучит, значит, мы сейчас на Ибанес, ну, это в смысле на проспекте Ибанес, кошмар, значит, мы на Бласко-Ибанес, вот, смотрите, я не знаю, что тут интересного и красивого, вот такой вот проспект, вот идите сюда, подойдите поближе, вот, видите, вот там вот в серединке, да, такой кусочек типа парка, и типа там, наверное, интересно гулять. Сейчас у нас уже, чего, июнь, середина июня, вот такой вид, зеленый, но там прям газончиков нет, как видите. Что у нас по домам? Здесь у нас пока не дома, здесь у нас медицинское учреждение, вот, частное, да, и, собственно, все, пойдемте, пройдемте дальше и будем искать какие-то жилые помещения на Бласко-Ибанес. Свернули с вами на улицу Северо-Очора, что мы здесь имеем? Вот, домики появились красивые, идите на эту сторону, чтобы было домики, хорошо видно. Значит, перебежали на дорожку, и вот, смотрите, дома пошли, ну, чего, нормальные, хорошие дома, такие тут даже с рисунками с какими-то, да, гараж есть, все, все как положено, все прилично, все замечательно. Идем дальше, смотрим. Вот, идем дальше, продолжаем идти, тут какая-то уже почему-то другая улица пишется, а, нет, та же самая, Северо-Очора, и вот у нас дома, смотрят они на парк вот этот вот Монфорте, Хардинс де Монфорте. Замечательно тут все, посмотрите, какая красотища, какое красивое дерево тут у нас, сосна зацвела, я не вижу просто в очках, что это такое, но очень красиво. Как мы можем оценить, вот у нас тут гаражи есть, вот у нас есть здесь, где-то есть бизнес, где-то нет бизнеса, но в любом случае это очень хорошее место, замечательное расположение. Вот впереди у нас школа вылезает, вот такой, видите, белый заборчик, вот такая тут школа, ну, можно понять, представить, какой у нее размах. Давайте с вами завернем налево, налево, смотрите, здесь многоэтажки тоже, естественно, все это с лифтами, все это ухоженное, в основном везде вот вижу бизнес в этих вот на нулевых этажах, все здесь хорошо, и даже вон парковка есть целая, подземная, которая, скорее всего, общая, не частная. Вот сейчас мы с вами смотрим на большой дом, смотрите, межэтажье, помним, да, что это такое, между первым этажом и нулевым, вот это все школа, огромная школа, представляете, они засунули школу в частный дом, да еще и вот в межэтажье ее засунули, ну, я не знаю, мне как-то не очень это понятно, наверное, эта школа дорогая, наверное, может быть, она даже престижная, я не знаю. В школах, как я вам говорила, вы меня часто спрашиваете про школу, друзья, я в школах не сильно ориентируюсь, у меня, во-первых, маленький ребенок еще, во-вторых, он все равно ходит в школу за пределами Валенсии, а в-третьих, все-таки, это не моя специализация, моя специализация квартиры и объекты недвижимости, а школа это все-таки больше не ко мне, примерно могу сориентировать, но очень смутно. Мы на перекрестке доктор Молинер и Лес Арцграфикес, что сказать, за мной идет у нас, вот куда едут машины, там уже университеты, там больница и граница с микрорайоном 6-4, мы сейчас туда далеко не пойдем, мы потом туда съездим с вами, ладно, вот, и сзади вас будет как раз-таки проспект Аламеда, который находится, ну, разделяет, собственно, Турию от жилых зданий, вот там в конце проспекта Аламеда. Замечательное здесь место, посмотрите еще раз, обратите внимание на дома на этом пятачке, хорошие дома, все тут прилично, вот этот более скромненький, видите, тут вот, вот этот, и который на него смотрит вот прямо перед вами, то есть балконов мало, но вроде как нормальные окна более-менее приличные, не совсем маленькие, как они привыкли строить, вроде все хорошо, и вот смотрите, вот тут вот у нас написано, что это, ну, скажем так, университетская библиотека, это не библиотека, это книжный магазин, университетский книжный магазин, вот это все здание, что сверху, я не знаю, что это такое, но внизу книжный магазин. Пойдемте дальше прямо, и посмотрим, что у нас здесь имеется. Смотрите, идем мимо библиотеки, наверняка университетская библиотека, чтобы, да, все сюда приходят, студенты в том числе, ну и, соответственно, там, готовятся к своим занятиям, вот. Напротив дома, смотрим дома, что касается цен, друзья, сложно мне сейчас вас сориентировать, но вы уже поняли, что здесь цены будут совсем не маленькие, если мы что-то здесь найдем за 200 тысяч, то это, наверное, будет большой праздник, какая-нибудь руина под ремонт и так далее, то есть я думаю, что здесь где-то от 300 тысяч начинаются квартиры, естественно, за определенным исключением. Как вы видели, есть, к слову, здесь квартиры и 50-60 метров, есть, как мы вот с вами уже заметили, и 300 метров. А вот впереди у нас стадион, знаменитый футбольный стадион Мистая называется. Вот, мы сейчас к нему тоже подойдем и посмотрим. И это у нас с вами идет плавный переход в соседний микрорайон, который и так и называется Мистая. Смотрите, мы с вами сейчас на перекрестке, на улице доктор Родригес Форнос. Посмотрите, куда мы с вами забрели, совсем другая категория домов, абсолютно другой вид постройки, год постройки, и вообще здесь живет другое население. Здесь цены будут явно ниже, но, как говорится, когда нет денег на что-то крутое, и здесь сойдет. Вот, мне лично. Здесь вот напротив дома получше немножечко, но все равно, вы видите, другая, то есть там был кирпичик у нас красный, да, грубо скажем, а здесь уже совсем другая, плитка и так далее. Вот следующий домик, он еще кирпичик. Смотрите, как у нас с вами, да, сменилась картинка, сменилось вообще состояние домов. Пойдем сейчас вперед с вами пройдем, я вам там тоже покажу некоторые вещи интересные, секретные. Итак, мы сейчас с вами на площади Пласса Дель Валенсия Сефе, Сефе это клуб футбольный Валенсия. И что мы здесь имеем? Вот сам футбольный стадион, большое место я, и дома вокруг него. Какие мы здесь имеем дома? А разные имеем дома. Посмотрите, из красного кирпича, белый такой красивенький, из Русавы сюда прибежал, наверное. И рядом страшненький, вообще мне не нравятся ни капельки, никуда он не прибежал, не знаю, откуда он вообще здесь взялся, вообще не в тему. Но видите, гаражи есть, парковки есть, все есть, все хорошо. В этих районах, как вы понимаете, обязательно наличие парковки, иначе вы просто взбеситесь так сильно, что больше не приедете. И поворачиваем глаза в другую сторону, и у нас здесь пошли такие нормальные дома, простенькие, пойдемте смотреть. Смотрите, вот обычный простой домик, мы с вами такие домики видели и в других районах, хотя мы еще с вами только на шестом районе, у нас их еще много. Но все равно здесь видно больше, более простая Валенсия, да, не элитная, очень простенькая. Смотрите, домик раз, и вот в два этажа встрял посреди дороги, вообще не в тему. В свое время, видно, был построен. Вот, красненький домик, потом желтый, смотрите, очень простенький. Можно сказать, безбалконный, такие скромненькие, нету гаража здесь. Вот кто где сможет припарковаться, тот и молодец. А напротив, смотрите, это государственное здание, большущее оно. С чем оно занимается? Ну, я здесь, например, делала документы для подключения света и воды. Есть такой документ, раньше он назывался Седула де Абитабилидат. Вот такое слово, тяжело выговариваемое мне. Ну, в общем, сюда люди приходят по разным вопросам, в том числе, возможно, и вам тоже можно будет сюда прийти, когда купите жилье от банка, и у вас не будет света и воды, вот вам тоже сюда приходить. Смотрите, мы на улице Амадео де Сабоя, и вот как раз туда, вон там флаги, если вы вот сюда подойдете вправо, вы увидите. Вот там флаги, вот это как раз и есть государственное здание, которое, да, занимается вопросами воды. Но там много всего на самом деле, много всего. И прописка там тоже, если вам нужно. Прописок здесь несколько районов, но в том числе и этот. А туда дальше еще будет уже регистрационная палата, где я регистрирую для вас недвижимость. То есть это уже туда дальше. Но мы с вами сейчас пойдем в другую сторону, в сторону микрорайона Меслата. Идем с вами в сторону микрорайона Меслата, прогуляемся по этому микрорайону и пойдем в машину. Ну, сегодня невозможно, жарко. Это просто кошмар, все-таки лето уже началось, и 30 градусов никто не отменял. И больше, поэтому пойдемте дальше. Ну, смотрите, вот дома напротив, вон там. Здесь вот хорошие домики, но здесь шумновато будет, потому что у вас сразу дорога. Многоэтажка и сразу дорога. Дальше дома попроще, видите, идут. Особо такие ничем не примечательные. Цены здесь будут чуть ниже. Видите, мы с вами уходим от микрорайона Экспозисье, где были реально крутые дома. И вот попадаем с вами, смотрите, красный дом, безбалконный, простенький. Нулевые этажи, вообще непонятно, что там. Не бизнес, не знаю, жилое, не жилое. Следующий рядом с ним слева, белый дом, да, тоже, ну, нормальный, обычный дом. Далее идут дома все проще-проще, вообще такие не очень, не очень такие красивенькие, да. Вот, зато напротив у нас уже более-менее что-то вырисовывается, более-менее валенсийское. Ну, сейчас посмотрим. Продолжаем с вами движение. Сзади нас район Местая, микрорайон полиции, я не без маски. Все как надо. Значит, вон, видите, попа полицейская торчит. Вот, значит, Местаю мы смотреть с вами сейчас не будем, мы потому что потом мимо на машине проедем. Ладно, сейчас мы с вами будем смотреть не стадион, а микрорайон Местая. Туда, идем с вами направо теперь, пойдем направо. Смотрите, там какие дома, вон, красный дом огромнейший, и какой-то безбалконный, и очень простенький. Переходим через дорогу, на красный мы переходим через дорогу. В Валенсии так можно делать, когда полиция вас не видит. А даже если видит. Смотрите, какие скромные дома, видите? То есть тут у нас будет с вами уже более-менее вперемешку. Хорошие с плохим. Сейчас пройдем. Вот у нас тут какой-то бар. Амадео де Собоя. Мы прошли улицу. И уходим сейчас по другой. Рейес Проспер. Итак, мы с вами на улице Генераль Хильдольс. Вот там впереди у нас мост цветочный, насколько я знаю. Да, цветочный мост-цветок он называется. И мы с вами сейчас свернем куда-нибудь и пойдем дальше гулять. Идем дальше гулять. Какая-то у нас здесь улица. Не знаю, какая улица. Мы уже подкрепились. И у нас опять много сил. И мы опять можем идти и показывать вам все. Что мы здесь видим? Какие мы дома здесь видим? Вот нормальный дом, обычный. А дальше, смотрите, какой. Опять русафовский. С русафа сбежал, прибежал сюда. Ну что, покрасить бы его надо бы домик. Что касается цен. Ну, они будут все равно высокие, но, конечно, значительно ниже первого микрорайона. Да, как вы понимаете. Здесь, конечно, поскромнее. Вот дом напротив, да, например. Смотрите, безбалконный, простенький. Есть на первом этаже, на нулевом этаже есть бизнес, но все равно он такой простоватый, да, домик. Простоватый. Ну и, соответственно, как я всегда говорю, друзья мои, если у вас есть деньги, вы едете в элитный дом. А если вы хотите жить в элитном районе, но у вас нет денег, значит, вы идете в простоватый домик. Правильно? Правильно. Вот, поэтому вполне нормально. Вот смотрите, да, вот дом. Ну, вот он совсем не реставрированный. Вот рядом с голубым совсем не реставрированный. Плитка еще древняя на первом этаже. Вообще, кажется, этот первый этаж заброшенный. Может быть, он даже у банка. А, нет, там что-то висит. Может быть, он даже у банка, но вид у него не очень хороший. Так что будет немного стоить. Идем дальше. Дальше реставрированные. У нас голубой и красный дома реставрированные. Нормальные, приличные. Тоже красный, без балконов, такой скромненький. Проходим мимо красного домика. Улица Финландия у нас. И идем дальше. Смотрите, здесь чуть-чуть вроде как другая... Ой, смотрите, какие террасы красивые наверху вот в сером доме. Ох, красотища! Ох, дорого будет! Ох, красиво! Ох, хорошо как будет! Вот там терраски, да? Вот можете увидеть, что... Видите, встречается дом скромный-скромный, а напротив хопа из террасы и все. Ну, тысяч, наверное, 300, может быть, 250 плюс-минус. Опять дом вот напротив смотрим. Видите, он опять скромненький, такой простенький. Вот вообще интересно. Скажите, да, вот получается, как вроде идешь-идешь, думаешь, элитный район. Хоп, нарвался на такой дом. Думаешь, ну откуда вот он вообще здесь вылез? Поэтому, как я вам говорила не раз, Валенсия очень-очень разная. В целом, конечно, мы с вами отнесем какой-то дом, какой-то район к элитному, какой-то к простому, какой-то к бедному. Но все равно всегда найдется кусочек противоположный, который мы хотим увидеть в этом районе. Пройдем с вами еще чуть-чуть, там будут очень приличные дома. Мы сейчас с вами подойдем к Авенида Арагон, проспект Арагон. Это очень крутой проспект, это очень дорогой проспект. Я вам о нем рассказывала, и сейчас мы с вами вживую его посмотрим. Дорогие мои, посмотрите, какой домино сзади меня. Это урбанизация и большой проспект рядышком. Я думаю, вы уже догадались, какой это проспект. Вот попробуйте заглянуть вот туда за забор и посмотреть, что там есть. Ну что, видно вам что-нибудь? Смотрите, детская площадка, не знаю, видно вам? Ну, мы вам картинку, если вдруг не увидели, картинку вам сверху в видео сделаем. Мы на Авенида Арагон, и этот дом относится к Авенида Арагон. То есть вот они два дома, образуют урбанизацию. Я не вижу бассейна здесь, вроде как его нет. Хотя, может быть, его просто не видно. Вот, но, ну, круто, что сказать. И сейчас выходим, пойдемте с вами на Авениду Арагон, и вы заметите масштаб. Серьезность ситуации. Вот проходим урбанизацию. Посмотрите, где начинается первый этаж. Примерно как третий, нормальный, обычный третий. Очень высоко, очень хорошие дома. Выходим на очень такой крупный проспект, я вам уже сказала. Крупный проспект. Что мы здесь имеем? Здесь мы имеем крутые дома. Вот, пойдемте вот туда встанем. Вот сюда вот можете встать, и вот так вот у вас будет все красиво видно. Давайте, идите сюда, бегите быстрее. Быстрее, быстрее, на мой пятачок вставайте. Ну, не в смысле на мой пятачок. Вон, смотрите, какие дома, видите, пошли. Мы сейчас много не будем по этой улице ходить, потому что мы проедем на машине. По ней она очень большая, и мы ее из машины посмотрим. А сейчас мы ее пересечем и пройдем до конца микрорайона Местая, ладно? Вот туда, на ту сторону мы и пойдем.